Очередный магазин или зеленая лужайка. На что из своих окон будут смотреть жители дома по улице Яракского, теперь решит суд. Горожане считают, что предприниматель самовольно захватил их придомовую территорию. Разрешением инцидента занялась прокуратура. Все обстоятельства выясняла Зумрудгамидова. За несколько последних лет пространство между этими домами изменилось до неузнаваемости. На месте некогда детской площадки и зеленой зоны теперь гаражи. Но удивление жильцов не было предела, когда на сайте объявлений они увидели новость о продаже своего двора. В общем, несколько лет мы пытались наш двор включить в программу благоустройства. Ее включали периодически по непонятным причинам, значит, исключали из программы благоустройства. И вот в 2019 году, в этом году получается, мы случайно, совершенно случайно на сайте объявлений Авито увидели объявление о том, что наш двор продается за 18 миллионов рублей неким неизвестным лицом. Начали поднимать шум, поднимать документы, узнавать, что к чему. Выяснилось, значит, что некое частное лицо, как мы поняли, проживающее в Буйнакске, по решению Буйнакского суда, значит, получило собственность наш двор. Не только наш двор, но и территорию 39-й школы, и территорию в соседнем дворе тоже. То есть три разрушенных участка. Жильцы дома не стали мириться с таким положением дел и написали коллективное обращение в адрес главы региона и прокурора. Оказалось, что некий бизнесмен подделал распоряжение властей города и с его помощью незаконно приобрел право собственности на земельный участок. При этом кадастровым инженерам были внесены ложные сведения в межевой план земли. Ну а должностные лица управления Росрееста не предприняли никаких мер для устранения нарушения. Это очевидно незаконное действие. Незаконность ее выражается в том, что как бы не может никто, кроме собственников жильцов, владеть, пользоваться этой территорией. Я, насколько понимаю, это такая очень хитрая схема у него. Почему? Потому что два суда было использовано. На нашей практике практически не было, что на один документ сразу три участка, и причем расположены друг от друга вдалеке. То есть разрешение на строительство выдано с нарушением требований градостроительного кодекса. С таким заключением не согласны и представители городской администрации. Сейчас материал, поданный в Верховный суд, будет рассматриваться в Верховном суде. Администрация города этим показывает, что поддерживаем мнение жильцов. Работаем над тем, чтобы возвратить муниципальную собственность в данный земельный участок. Будем спаривать и решать вопросы. Больше всего жильцов возмущает поведение чиновников, которые допустили такое. При этом состояние придомовой территории оставляет желать лучшего. Нет ни тропинок, ни детской площадки. Свой, как они называют райский уголок, они обустраивают своими силами. Вот эти деревья сажали мы сами, чтобы какая-нибудь зелень, чтобы было. Я делала там, чтобы было красиво, палисадник. Сажала цветы, делала все как положено. Думала, пускай когда выходит людям, чтобы увидеть, посмотреть, красиво. Все разрушили, все разрушили, все поломали. Мы техобслуживание платим, техобслуживание платим, а вот, пожалуйста, вы сами посмотрите, какой канализации. Как у нас двор, какая у нас двор. Мы хотим, чтобы в гараже, вот выхожу подъезд, да, чтобы двор тоже нам помогли, сделали все. Мы пойдем до конца, мы не дадим тут построить ничего. Все точки над «и» в этой истории расставит лишь суд. Судьба земельного участка и право собственности на него уже решается. Следующее заседание назначено на июнь. Зумруд Гамидова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.